Переезд – это жопа. Я думал, что я приеду за два года здесь, возьму Каннского льва, построю самое успешное агентство и все, и поеду дальше заниматься своими делами. Сейчас мы приедем и здесь покажем всем, как надо работать. Миссионеры к туземцам продавать бусики. Продавщицы смотрят глазами. Я ваша. Даже такая вы в Твиттере писали. Довольно низкий уровень профессионализма на рынке вообще и со стороны клиентов, и со стороны агентств. Мы белые. На все сто процентов мы платим все налоги. И я могу себе позволить слегка вот так вот смотреть на другие агентства. Сегодня у меня в гостях управляющий директор BBDO Центр Азия Данил Маслов. Он из Украины, уже у нас три года работает и живет. Я в двух словах, почему мы сегодня именно решили с Данилом пообщаться, потому что на позапрошлом подкасте мы с Женей задели определенную тему, связанную с экспатами из Украины. Я поэтому решил, что это правильно, что Данил сегодня должен прийти. Данил, привет. Мы с тобой уже на «ты». Очень приятно, что ты пришел, отозвался. Спасибо, что позвал. Ну, вы как это? Обычно начинаете с того, кто я, что я, почему я здесь оказался. Значит, ты можешь просто в двух словах в общем рассказать свой бэгграунд, какой у тебя был в Украине. Слушай, ну, во-первых, в отличие, сразу начинаю с этого, в отличие от всех предыдущих гостей, я человек, который выбрал свою специальность вот осознанно. У меня в дипломе написано «Менеджер по рекламе и связям с общественностью». Правда, я этот диплом использовал один раз в жизни. Он мне пригодился, собственно, чтобы получить разрешение на работу здесь, в Казахстане. Прикольно. Вот. И я его забрал реально за два дня до вылета в Алматы, ну, потому что, собственно, он мне и не нужен был бы никогда в жизни больше. Но я осознанно после университета там работал, потом решил, что я хочу получать эту профессию, пошел в университет, забил на университет, пошел стажироваться в агентство и, собственно, прошел путь там от стажера в пиар-агентстве до управляющего директора в BBDO. Вот. Ну и, в принципе, я не знаю, как у вас, у вас, у нас в Казахстане, а я уже просто между двух минут и не там, и уже вроде как здесь. Вот. Насколько BBDO – это бренд, да, но вот мне, парню, который когда-то выбрал рекламу своей профессии, представить, что я когда-то буду управлять офисом BBDO – это, ну, ты знаешь, как у финансистов желание пойти работать в Big Four, да, так вот для меня тогда было BBDO, потому что, ну, это что-то очень крутое. Слушай, мне кажется, до сих пор это так, потому что BBDO посмотреть глобально – это очень крутое. Я просто вот никогда не замерял, как это в Алматы и в Казахстане. Я с тобой хотел об этом поговорить, да, дальше. Раскрыть разницу как-то в Москве, в Украине и здесь, по твоим ощущениям. Потому что… Но у меня до этого есть другой вопрос. Как вот эта идея пришла? Кто на тебя вышел? Как Казахстан появился? Смотри, ну, там, по профессии, по половине бэкграунда я пиарщик вообще на самом деле. То есть я начинал с пиар-агентства, строил карьеру в пиар-агентствах, и там 90% моего опыта – это агентский опыт. Я на стороне клиента работал год и чуть-чуть в госорганах, ну, не в госорганах, как мы говорим, органы, а в госструктуре. Вот. И, ну, это агентский опыт. После пиара… В какой-то прекрасный момент я разочаровался в пиаре как в функции, потому что, ну, в Украине она своеобразна, да, по-своему. Она выполняет какие-то такие, знаешь, не хочу никого обидеть, но такие функции консьерж-сервиса для бизнеса, да. Дальше буду говорить много о бизнесе, да, я все-таки больше про бизнес. И вот, когда ты смотришь на агентство, в котором 99% сотрудников – это аккаунт-менеджеры, и оно называется пиар-агентством, возникает вопрос, типа, чем вы занимаетесь, да. Кто придумывает-то идеи. Кто-кто идеи придумывает, если у вас все менеджеры. Вот. Ну, и вот в прекрасный момент я разочаровался в пиаре и ушел в диджитал. В агентство с нуля открывалось локальное агентство. Меня сооснователь позвал туда. Я там был директором по развитию бизнеса. То есть мы вместе с нуля, с шести человек начинали агентство. За полтора года сделали его довольно солидным агентством на рынке. И тут меня увидели ребята из BBDO украинского и предложили поехать сюда. Почему так случилось? Почему из украинского агентства? Да. Потому что украинское BBDO, оно очень крутое. Ну вот, однозначно очень крутое. Они номер один по креативности, эффективности, выбору рекламодателя, там все эти люди. Сейчас банда Федоров не согласны? Окей. Не, банда Федоров не согласны и имеют на это право. Я говорю про тот момент, когда я ехал сюда, когда меня нашли. Это было бесспорно. Номером один было BBDO. И так как Витя Ишков, который руководит агентством BBDO в Украине, настолько быстро, настолько классно привел агентство к таким результатам. Ну и вообще-то там среди специалистов Витя считается одним из лучших рекламных управленцев на рынке. До этого он работал в Огелове, которое тоже было агентством номер один на рынке. Потом ушел в BBDO и очень быстро сделал его номером один. И ему типа раз ты так умеешь классно, вот тебе Казахстан на нагрузку. Ты отвечаешь теперь за Казахстан. То есть Казахстан подчиняется по идее BBDO Украины, не Москва. У меня слегка сложная структура подчинения. Да, я хотел узнать. Напрямую мы подчиняемся BBDO Украина с точки зрения управленческих. То есть моим непосредственным руководителем является Витя Ишков, плюс Анжи Ереп является нашим региональным креативным директором, который супервайзит всю работу креативную. То есть креативный директор Вината, она подчиняется Анжи? Она подчиняется Анжи, да. Анжи Провед, кстати. Да, вот. То есть Анжи действительно работает на нас, мы даже зарплату платим здесь. Да, поэтому как бы это не как обычно в сетевых агентствах бывает. Мы рассказываем, что вот все про вас знают, все знают про Казахстан и что делается в Казахстане. Анжи действительно знает это. Витя тем более знает, потому что он отвечает за бизнес-часть и за бизнес-показатели. То есть я, потом Витя и все мы вместе подчиняемся Москве, а потом дальше Лондону, Нью-Йорку, Чикаго. Ну и там уже. И плюс там в отдельные функции подчиняются, особенно финансисты, где-то там про какую-то часть они отчитываются через Москву, про какую-то через Лондон. То есть основная мотивация была по сути возглавить целое подразделение самого BBDO в Казахстане, да? Да, это был большой вызов для меня, потому что, ну во-первых, мне было 29 лет. Возглавить 29 лет BBDO, ну это прикольно, как минимум. Это большой вызов, потому что знаешь, когда тебе звонит HR и говорит, нам нужно вывести агентство на новый уровень. Вот, мы все понимаем язык HR и понимаем, что это значит. Вот, и то есть как бы каких-то ложных ожиданий у меня не было. И да, я ехал сюда, чтобы, и приехал сюда, чтобы сделать из этого классную историю. Класс. А какое у тебя было на тот момент, у тебя мнение о Казахстане, знаешь? Ты не ехал сюда с такой, знаешь, распальцовкой, как вот мы обсуждали с Женей, типа, сейчас мы приедем и здесь покажем всем, как надо работать. Смотри. Типа там юрты, лошади, все дела. Давай, по частям отвечаю на твой вопрос. Мнения о Казахстане у меня не было практически никакого. Я ни разу не был в этой стране. Ну, я посмотрел Орела-решка, все смотрят Орела-решку. У меня вот сейчас маркетинг-директор Данона уезжает, который тоже из Украины, он тут два с половиной года пробыл, он уезжает в Румынию. Вот он говорит, я посмотрел Орела-решка, я знаю про Бухарест. Вот, я точно так же знал про Алматы. Вот, причем, ну, в выпуске Орла-решка про Казахстан почему-то всегда очень негативные оба-два, что были. Вот, поэтому, ну, как бы там, землетрясение, смог. А, куда я еду? Вот, было, понты были. Угу. Ну, нас, по-моему, таких отбирают там специально, нас потом еще так, ну, это, готовят, ты должен, ты должен порвать рынок. Вот, и мы все приезжаем сюда такие, знаешь, это миссионеры эктуземцам продавать дюйсики. Да, точно. Очень хорошо. Вот, у меня вот скоро три года, да, мы там в анонсе писали, что больше трех лет, 10 июля три года на самом деле, как я прилетел в Алматы. Мое знакомство с Казахстаном началось с Эрестаны, с бесплатного повышения до бизнес-класса. Вот, с тех пор я обожаю эту авиакомпанию, но я ее действительно люблю даже без повышения до бизнес-класса, которые потом ни разу не случались. Вот, но она действительно крутая и классная. По сравнению с национальной авиакомпанией украинской, ну, есть чему поучиться, скажем так. Согласен. Вот, ну, это мое первое приятное впечатление про Казахстан. Но, возвращаясь к тому, что там скоро юбилей, я вот себя в голове крутил, знаешь, там каждый год ты пишешь какой-то пост о том, что вот еще один год прошел. И в этом году я готовил себе такой, в голове прокручивал пост о том, чтобы я посоветовал себе или другим экспатом, потому что многие, те, кого вспоминал Женя в негативном ключе, перед тем, как приехать в Казахстан, спрашивают советом, что там, как там, вот. И там я для себя какой-то там список вещей, которые вот ты едешь в другую страну экспатом работать, неважно, Казахстан, не Казахстан, как тебе нужно относиться к этому и что нужно делать, чтобы у тебя все получилось, ну, хотя бы как у меня здесь, да, я здесь уже три года, но больше из экспатов, по-моему, только Соболь здесь провел из креативной тусовки. Есть еще Женя из СПН, еще есть Сергей из АТФ банка, но там уже долгая история у ребят, там уже больше шести лет, по-моему. Ну а так, в принципе, вот из нашей агентской тусовки, да, больше трех лет не помню, по крайней мере, из второй волны. Вот, и, ну вот, что я для себя понял, что нужно сделать, когда ты собираешься ехать, там, в Казахстан или в другую страну работать. Во-первых, да, ты не миссионер, который приедет учить туземцев. Да, это знаешь, как... У тебя права есть? Да, конечно, есть. А когда-нибудь за границей брал машину в аренду? А, нет, не висковая. А, я за границей много пью и поэтому осознанно не беру. Я очень люблю автомобильные путешествия, да, у меня большой опыт работы с автомобильными брендами, там, с Peugeot работал почти четыре года. Я люблю планировать автомобильные путешествия, тест-драйвы, вот эту всю историю. И всегда, когда мы ездим в отпуск, я стараюсь не сидеть в одном городе, а там, поездить по стране. Мы с Катей и с женой объездили почти всю Испанию, вот, везде, самые не туристические места. Вот, и вот это вот приблизительно то, что нужно себе в голове держать, когда ты едешь в другую страну и садишься там за руль. Ну, то есть, ты можешь хорошо водить в своей стране. Ты знаешь правила, ты знаешь, как управлять автомобилем, но когда ты приезжаешь в другую страну, как минимум тебе надо проверить, с той стороны руль, по какой стороне мы ездим, какие скоростные ограничения, какие дороги, какие традиции на этих дорогах. Вот, поэтому, ну, вот это приблизительно то же самое. Ты можешь быть сколько угодно офигенным специалистом на своем родном рынке, но когда ты приезжаешь на другой рынок, тебе нужно понять, как он работает. И желательно понимать его не с позиции, вы все идиоты. Ну, тогда тебя не поймут, да? Еще из вещей, которые я бы рекомендовал людям, найти, за что ты уважаешь и любишь эту страну. Ну, то есть, у меня есть список вещей, за которые я уважаю Казахстан и за которые я даже его люблю. Совет номер три никогда не сравнивать со своей страной, но как бы не сравнивая со своей родной страной, я могу найти много плюсов в Казахстане. Как в стране, мы с тобой за кадром обсуждали политику и прочее. Есть, есть вещи, которые здесь классные, которым Украине стоит поучиться. Вот, понимать, что переезд это жопа, это сложно. Даже когда ты переезжаешь, казалось бы, в страну, которая говорит на языке, который твой там родной или второй родной, да, для человека из Украины. Я говорю на украинском, на русском, на обоих языках, как на родном, да. Русский язык понимаю, общаюсь, думаю на нем, вот. Но нужно понимать, что как бы переезд считается там психологами, да, как, ну, штука построена равная смерти близкого человека или вообще равная смерти. Потому что, ну, ты полностью оставляешь свою социальную среду, ты приезжаешь в страну, где у тебя нет друзей, где у тебя нет поддержки, родственников, прочее. Это морально тяжело. Это очень тяжело морально, вот, в любом случае. Вот, поэтому совет номер, сколько это уже? Четыре. У вас должен быть любимый человек, и он вас должен поддерживать, помогать. И, ну, и вы тоже должны не забывать, что ему или ей, в моем случае, наверное, гораздо тяжелее даже, чем вам, но как бы вы должны друг друга поддерживать. Потому что это то, на чем сломались, ну, многие из нас, да. А у кого-то, это вот из недавних примеров людей, которые приезжали там вместе со мной или чуть позже раньше меня, у кого-то развалились отношения, кто-то уехал из Казахстана, потому что семье здесь было некомфортно. Угу. Да, вы должны оба понимать, зачем вы сюда едете, почему вы сюда едете, оба должны быть на это готовы и согласны, потому что, ну, это будет… То есть мы иногда думаем, вот они прилетели, улетели, и у нас мнение такое, что, ну, ребят не справились, а иногда бывают другие причины, по которым они… Другие причины бывают, абсолютно, ну, личные, персональные. Угу. Вот, потому что… Ну, слушай, ну, это непросто. Мне кажется, ты дал прям хорошие такие, знаешь, советы, четыре четких, чтобы люди знали с Украины, надеюсь, кто будет смотреть наш тоже подкаст, потому что у меня много друзей именно тоже смотрят подкаст этот с Украины. Слушай, если переходить непосредственно к агентству, я хотел узнать BBDO вообще по миру, оно сетевое агентство крупное, у которых много очень сетевых клиентов. Да. Можешь рассказать, какие клиенты у вас здесь большие есть BBDO? С кем вы работаете здесь? Смотри, у нас сетевое агентство, вот ребята мне даже на собеседовании в свое время говорили, да, мы не самая крутая сеть в мире, а мы сеть самых крутых агентств в мире. При том, что мы сетевое агентство, и о том, что у меня есть большое подчинение, отчетность и там… Сетка накладывает на себя, на меня как обязательства, которые сложные, так и некие преимущества дают. Но вот с точки зрения сетевых клиентов, по-настоящему сетевого клиента, который вот подразумевается сетевым контрактом, где он не может работать ни с кем, кроме меня, у меня ни одного нет. А Mars это разве не тот клиент? Нет, он работает с любым агентством на рынке Казахстана, абсолютно спокойно, кроме… У меня просто была информация, что… Да, это наш сетевой клиент во всем мире, там есть разные условия работы, но они абсолютно вольны работать с любым агентством. Может быть, значит, какое-то там недопонимание, потому что сейчас какой-то инсайт я выдам, но у меня была информация, что другое агентство с ними работали, идея им понравилась, но потом в конце им отказали, сославшись на то, что, ребят, мы не можем с вами работать, потому что мы работаем по сетке BBDO, мировому контракту. Они могут работать с любым агентством. Любой наш сетевой клиент может работать… То есть какого-то эксклюзива, в принципе, нет? Эксклюзива, к сожалению, к счастью, не знаю, нету. Что мы наблюдаем, что я наблюдаю три года, вот, что мы здесь, мы когда сюда приехали, я же приехал еще… чуть раньше меня приехал креативный директор из Украины, и мы такие, хей, давай делать классные креативные проекты. И мы напугали многих наших клиентов своим вот этим вот напором, своим каким-то нон-конформизмом. Мы не всегда были готовы… Мы отстаивали наши креативные классные идеи, такие… У нас каждая идея была на фестиваль. Клиентам было страшно, но они нас не знали, приехали какие-то ребята, и многие из наших сетевых клиентов начали так потихонечку работать с другими агентствами. Спустя уже три года они наломали дров с этими мелкими, немелкими агентствами локальными, потому что, ну вот, того уровня, который им нужен, к которому они привыкли, они не получали. И в итоге там где-то к прошлому году, не через три, а через два года, практически все наши сетевые клиенты вернулись к нам, к нам уже тоже немножко другим, немножко понявшим, как работать с Казахстаном, как чуть-чуть не спешащим, потому что, когда мы приехали сюда, мы такие так… Ну, я сюда ехал на два года. То есть, когда меня собеседовали, говорят, на сколько ты… Ну, года два готов посвятить этому. Я думал, что я приеду за два года здесь, возьму «Каннского льва», построю самое успешное агентство, и все, и поеду дальше заниматься своими делами в Украину, или еще куда-нибудь дальше, куда я хотел. Ну, в жизнь внесла свои коррективы. Ну, то есть, не такой простой рынок на самом деле. Он не простой, он другой, в нем другая динамика. То есть, за два года из этих двух лет, которые я отводил себе изначально, мне год только потребовался, чтобы въехать. Ну, вот конкретно въехать в рынок, в страну, в агентство, в свое собственное… Ну, не свое собственное, те, которым я управляю, вот, чтобы понять все это, да. Ну, это был болезненный процесс. То есть, местами он был очень тяжелым, да. Когда мы пришли к тому, что все-таки разобрали по полочкам полностью агентство, на чем мы зарабатываем, как мы зарабатываем. И, ну, это такие, знаете, такие прописные истины, но общаясь с руководителями и собственниками агентств в Казахстане, я понимаю, что мало кто может ответить на вопрос про свой бизнес, на чем мы зарабатываем, что больше всего у нас покупает клиент, что мы лучше всего продаем, какое агентство у нас воспринимают, какой клиент нам, насколько маржинальный. Ну, то есть, они по счетам там, по бухгалтерской отчетности, может, даже по управленческой могут сказать, что там, ну, маржинальность этого клиента такая. А если посчитать, сколько мы тратим на него времени… Ну, и вот мы основательно поняли, что нам нужно что-то менять. Что ж… Ну, BBDO в Казахстане работает не так, как оно работало. Должно работать. Оно выбивалось из всех глобальных стандартов по фин-отчетности, фин-показателям, там, у нас есть очень хороший показатель такой, по которому можно сразу понять, здоровое агентство или нет, это compensation rate, соотношение зарплат сотрудников к доходу, получаемому от клиента, да, то есть не к обороту агентства, а к доходу. То есть, ну, то есть, креативный бизнес в нем, это не медийка, в нем очень мало расходов на грейти лица, но только там продакшены в основном, да, поэтому мы смотрим сразу на наши доходы без третьих лиц. И вот соотношение зарплат к ним, у BBDO в Казахстане этот показатель был… Так что зарплаты были выше, типа, должны быть или наоборот? Нет, он был… Ну, то есть, мы практически все, что получали от клиентов, отдавали людям. Ну, и вот этот вот показатель compensation rate у нас был, ну, выше, чем стандарты в сети, ну, раза в два. То есть, практически все, что агентство получало от клиентов, оно отдавало сотрудникам. То есть, такая благотворительная организация. Вот. И нам, ну, мне вместе с моим сетевым руководством в один прекрасный момент, я потом вернусь к этой теме, почему этот момент настал, пришлось разобраться по полочкам, да. Мы поставили программное обеспечение, которое трекает время. Еще какое-то время мне пришлось сотрудников пинать и учить, что надо, надо трекать свое время, что это не то, за что вас там будут наказывать и прочее. Надо реальное. То есть, мы понимали, что там 10% времени сотрудник должен тратить на обучение, на вдохновение и прочее, 20% на работу над какими-то креативными проектами, которые не окупаются. Знаешь, в юридической практике, особенно в сериалах про юристов, есть эта история оплачиваемых часов, неоплачиваемых часов. Собственно, у нас софт был, который точно так же можно было поставить. Это оплачиваемый, сейчас неоплачиваемый. Ну и вот спустя, собрав какую-то дату, мы решили посмотреть, что у нас происходит с клиентами. Ужаснулись, потому что мы поняли, что у нас есть клиенты, маржинальность которых минус 40%. То есть, мы доплачивали клиенту по факту. Ну, то есть, мы не платили, естественно, ему деньги, но время сотрудников… Если не секрет, это было большое сетевое, а какой-то клиент большой мировой был? Это был большой клиент, ну и мы с ним… Продолжая историю, мы попрощались с рядом клиентов, потому что, ну, мы пришли к ним и говорим, ребята, смотрите, нам надо либо с вами цены пересматривать, либо подход к работе. Да нет, типа нас со своей стороны все устраивает, нам так комфортно. Ну, конечно, вам комфортно, потому что вы платите нам меньше, чем мы платим сотрудникам, которые работают с вами. Вот, мы попрощались с тремя клиентами тогда. Это было болезненно, потому что попрощавшись с тремя клиентами, мне пришлось уволить шесть сотрудников. В агентстве, в котором было на тот момент 22 человека, ну, это четверть практически, даже больше четверти людей. Вот, мы урезались в штате где-то, ну, сколько нас тогда было? Человек меньше пятнадцати, по-моему. Вот, но, тем не менее, как бы мы оптимизировали бизнес, мы поняли, с какими клиентами нам выгодно работать. И если тогда у нас было много клиентов с мелкими проектами, то сейчас у нас гораздо меньше клиентов, но средний чек по году по клиентам, он вырос в четыре раза. Вот, с того, ну, это был второй год, нет, это был первый еще год, если считать с момента приезда, но это второй календарный финансовый год был. С того года на сегодняшний год мы вот так вот, проделав это упражнение, мы очень оздоровили себя как бизнес, да, и там самый яркий показатель того, что мы сделали правильно. Мы, наверное, одно из двух, насколько я знаю, агентств сейчас на рынке, которая пережила наше непростое время, не сократив ни одного человека, ни на один процент не урезав зарплату сотрудникам. Насколько я знаю, это только мы и GeForce. И мы по-прежнему идем к тем планам и цифрам, которые мы поставили себе на этот год еще в сентябре прошлого, потому что у нас планирование начинается в сентябре. То есть вкратце, если сказать, то тебе нужно было какое-то определенное время, чтобы разобраться, что здесь происходит? Разобраться с бизнесом. По бизнесу? Мне нужен был некий пинок под зад, который случился благодаря специфике рынка. Вот, ну, то есть когда ты приезжаешь и ты такой потихонечку пытаешься понять, вот, случился один прекрасный случай, я могу его рассказать абсолютно спокойно, потому что уже прошло много времени, вот, да и все, наверное, на рынке хорошо о нем знают. Мы подписали одного большого классного клиента. Мы 9 месяцев его подписывали. Мы его подписали на две стороны, на Украину и Казахстан. То есть часть работ делал бы украинский офис, потому что у клиента были планы по выходу на украинский рынок. Мы 9 месяцев подписывались. Через три дня после того, как мы подписались с этим клиентом, первый президент Республики Казахстан выступил по телевидению и сказал заветных три слова. Это ненадежный банк. А, понятно. Все мы знаем историю этого банка дальнейшую. Это... А мы уже набрали... Дорогую команду под... То есть мы такие... О, у нас... Это на тот момент был самый большой аккаунт в агентстве. То есть такой крупный бизнес, классный, интересный. Ребята готовы делать классные, крутые проекты. Мы все удовольствованы. Мы купили... Перекупили крутых специалистов, дорогих специалистов. И все. А мы рассчитывали. Вот. С тех пор у меня подход к планированию немножко поменялся. Я научился планировать бизнес в Казахстане. Если я вижу, ну, условно, да, 10 миллионов клиент может принести, я себе рассчитываю на три. И еще имею два запасных клиента, которые, если что, могут его заменить. Потому что, как мы шутим, да, вероятность того, что что-то случится или не случится в Казахстане, ну, это 50 на 50. Как увидеть динозавра на Красной площади. А в Украине не так? Там шансов... Слушай, ну, в Украине мне было проще планировать что-то. Есть... Вот я знал, что на этапе, когда мы знакомимся с клиентом, я уже прекрасно понимал, сколько я смогу на нем заработать. И обычно эти мои прикидки, они выливались в реальные деньги, в реальные проекты. Причем это случалось быстрее, да, то есть здесь я тебе рассказываю, 9 месяцев. В Украине с момента моего первого знакомства с клиентом до получения денег, ну, три месяца уходило, это было долго. Здесь у меня случались истории, когда мы с клиентом так долго подписывались, что уже не актуально было то, на что мы подписывались. Мы просто эту компанию не выпускали в эфир, не делали, не получали деньги даже за нее. Ну, есть там, клиент провел тендер, мы выиграли проект, мы подписываемся 12 месяцев, но это уже не актуальная компания. Как раз к вопросу тендеров. Вы как вы себя выбираете, в какой тендер и участке? Это еще один мой любимый вопрос. Во-первых, опять же таки, одно из достижений, которым я горжусь, у нас план по новому бизнесу, по выигрышу на этот год ноль. И это то, что нам помогло хорошо пережить тяжелые времена, которые были или еще будут дальше, не знаю, дай бог, чтобы нет. Вот, потому что мы не рассчитывали на то, что у нас будет новый бизнес. Мы рассчитывали только на своих текущих клиентов. А как ты выбираешь, где мы участвуем, где мы не участвуем? Ну, вообще, как мы сейчас относимся к тендерам? Тендер — это инвестиция для нас. Причем реально посчитанная, опять же, вот тот вот период, когда мы трекали все время, сейчас мы это уже не делаем так детально и четко, потому что свою задачу это выполнило, мы разобрались там в каких-то своих показателях, мы понимаем, сколько времени мы тратим на какой вид работ, мы это все можем нормально, четко, реально посчитать, а не как обычно это делается. А я поставлю этому клиенту вот такие вот цифры, потому что, ну, у него такой бюджет, он столько готов платить, и в среднем по рынку это стоит столько. Нет, мы никогда так не делаем цены, за ними стоит определенная математика, реальная, реальные бизнес цифры. Человек-часы и так далее. Да, точно так же с тендерами. Я у Асхата когда-то на мероприятии, там, в форуме, которая проходила «День про львов со львами», ну, не помню, как называлось мероприятие, рассказывал как раз эту историю про тендеры. Например, для нас в 2018-2019 году участие в тендере на разработку компании для агентства стоило 2 миллиона 250 копейками, там, дальше были точные цифры, сейчас уже не помню, тенге. Вот, поэтому первое, что мы смотрим, насколько эта инвестиция вообще окупится. Если это тендер на одну компанию, мы понимаем, сколько в среднем стоит компания на рынке Казахстана. Плюс ты же выиграл тендер, тебе потом еще надо ее реализовать. То есть, значит, где-то это 4,5 минимум миллиона должен быть тендер, чтобы он был как минимум интересен. Плюс хотелось бы, чтобы это была долгосрочная история, а не история на одну компанию. Потому что просто даже работать с клиентом на одну компанию невыгодно и неинтересно, неэффективно ни клиенту, ни агентству. С этим мы с вами поспорим, у меня будет следующий вопрос, там ты договорил. Ну, работать на одну компанию неинтересно, это моя мысль, мы к ней вернемся. Да. Вот. Плюс у меня, как у генерального директора BBDO, от сети есть два главных KPI. Деньги, ну потому что мы бизнес, и репутация, потому что мы BBDO. BBDO во всем мире это про креативность, да, это самая креативная, эффективная и все прочее. Сеть в мире уже несколько лет по Ганрепорту как минимум. Вот, поэтому если клиент не приносит денег, он должен приносить славу. Есть еще третий KPI, который мой внутренний в агентстве, он должен приносить удовольствие. Хотя бы один из трех, а желательно несколько. То есть за удовольствие ты тоже пойдешь? Я пойду за удовольствие. Окей. Возвращаясь вот к тому, о чем вы говорили с Женей, я готов и хочу работать с малым и средним бизнесом. Да, там будут отдельные условия для них, но мы готовы инвестировать свое время и, соответственно, деньги в то, чтобы работать с ними, если эти ребята способны нам принести либо славу, либо удовольствие. Да, если они более гибкие и ты видишь, что ты общаешься, например, напрямую не с маркетинг-директором, да, напрямую с хозяином, который может финально принять решение и готов быть достаточно смелым, да, то есть только этот человек... Запомни слово смелый. По этому поводу у меня тоже есть о чем поговорить. Хорошо. То есть такими тебе, в принципе, было бы интересно, если какой-то пришел? Ну смотри, самый успешный на данный момент кейс Бибидео Центральной Азии – это для малого и среднего бизнеса. Что вы делали? Когда мы разрабатывали бренд для Quantum AgroTech, дальше не вспомню уже. Это стартап, причем родом из Украины, который делал офигенную какую-то штуку, вот такая химия-нехимия, которая из мертвой земли за три года делала живую и водоем очищала не только сверху пленку, как абсорбируют все остальные средства, а до дна очищала водоем. Мы этим ребятам разрабатывали Identity. Это вот там вот за последние два года самый награждаемый проект Бибидео. Это не денежный проект. Это проект, который мы взяли ради славы. Да, для таких проектов еще, когда Леша был у нас креативным директором, мы, как у Артемия Лебедева, сделали такой условный экспресс-дизайн, экспресс-студию, где мы приносим клиенту один-два варианта компании, Identity, бренда и отдаем с условием, что они ее реализуют без комментариев, без справок. Ну, то есть вы работаете с нами на тех условиях, которые интересны нам. Тогда мы готовы. Окей. Слушай, а таких клиентов сейчас, если посмотреть на Бибидео, ты говоришь, что все-таки у вас большие клиенты крупные. Проблема какая? Я думаю, я не знаю, ты мне расскажи об этом. Я просто из локальной компании, и я работал в агентстве, и мне было сложнее всего работать. Но тогда хотя даже эти сетевые, ну, большие компании, они все равно были более гибкие, и здесь они как-то локализовывали компании свои тогда еще. Сейчас этого меньше. Ты не чувствуешь, что если ты занимаешься часто в основном адаптацией вещей, то здесь намного меньше креатива и интерес вообще с сути самой рекламы пропадает. То есть вот раньше Proctor был, мы даже снимали здесь. Потом Proctor вообще закрылся, ничего не перестали делать. Тоже я не знаю, вы делаете ли локальные компании для больших брендов? Так, смотри, во-первых, ну, есть некая грань между локализацией, адаптацией. Давай так, между переводом и адаптацией. Многие агентства занимаются тупо переводом, да? Им скинули Key Visual с исходником, они перевели, вставили казахский текст вперед в производство, в размещение в наружку. Мы все-таки больше, даже для больших клиентов наших глобальных, занимаемся адаптацией. Да, есть большая бренд-стратегия, да. Snickers, он и в Казахстане Snickers. Orbit не меняется, его глобальная платформа в зависимости от рынка. Поэтому мы не разрабатываем здесь. Да, платформу-то не разрабатываем. Платформу не делаем. Но каждый наш год с Марсом, вот уже два года как, начинается с того, что у них называется ICP. Мы в сентябре месяце садимся, смотрим на итоги кампаний, которые мы провели, планируем наш календарь активности, мы разрабатываем нашу коммуникационную стратегию вместе с медийщиками, вместе с RBTL-агентством. А сейчас ты креатив, давай креатив. Креатив. Да, часть кампаний, они адаптируются. Мы для клиентов типа Марс, да, глобально ничего не снимаем, потому что они используют свои глобальные рынки, это их ролики, это их политика. Вот, но в противовес этому есть наш большой, любимый клиент Visa, который буквально вот, ну год как, пришел к тому, что им нужен локальный кредит. До этого он разрабатывался глобально или там даже нашими ребятами из Киева и нам присылался там, значит, проверить на юридическое соответствие, на правильность языка. Последний год мы очень много чего делаем с Visa. А ты под Visa умеешь что делать? Это больше какие-то принты? Я просто не видел, он еще видео какие-то, копии не видел. Это много digital. А digital, да? Видео меньше. Это много компаний для банков, да, то есть Visa как… Ну совместные компании. Банковский партнер, ну там Microsoft делает это для производителей там ноутбуков, например. Visa тоже как глобальный вендор спонсирует компании для банков, да. Мы работаем с многими банками в Казахстане через Visa, да. То есть банки не являются нашими клиентами, но мы делаем это через Visa. Но мы видим, что эта штука работает лучше, когда все-таки у нас… Локализованный. Не локализованный, а локальный, локальный креатив. Да, мы очень быстро, вот опять же возвращаясь к нашим трем месяцам карантина, мы очень быстро переключились на тактические, простые, без сложного креатива, понятные вещи, очень тактические, и мы понимаем, как они классно сработали. Класс. Потому что, ну, другим клиентам нашим потребовалось больше времени на то, чтобы согласовать у себя глобально о том, что нам надо как-то по-другому действовать. Пока они это все согласовывали, они пришли к тому, что ну все, уже все прошло, и нам нужно резать бюджеты. Но на самом деле у нас только один клиент проезжал бюджеты свои. Просто очень не гибкие. Они просто не очень гибкие. Вот ты правильно понимаешь, если просто в итоге крат… Нет, ты смотри, наши все глобальные клиенты, ну, они глобальные. Гибкость, ну, она есть, но просто все опять же зависит от локальной команды. Да, я понимаю ты. Нам очень повезло, с одной стороны повезло, с другой стороны в этом большая заслуга, там, моего клиент-сервис, директора клиент-сервис департамента и того, как мы выстроили бизнес за последние два года. Мы можем себе позволить выбирать, с кем работать, с какими клиентами. Мы не ходим, я уже говорил, в тендеры, которые, ну, странные. Где мы понимаем, что еще на этапе брифинга, дебрифинга, что, ну, клиент, скажем так, откровенно не тянет, да, и эти люди будут оценивать нас, наши работы на этапе тендеров. Мы понимаем, что если они не могут нам правильно сформировать задачу, даже на дебрифинг, где мы задаем наводящие вопросы, то какой бы это большой клиент не был, а я говорю сейчас про конкретный тендер, очень большой, одного из очень крупного рекламодателя, одного из самых крупных рекламодателей на рынке Казахстана, который бы там, ну, составил добрую половину моего агентского оборота, если бы мы его выиграли, но мы понимаем, что в тендер идет 10 агентств, причем не все из них из Казахстана, что клиент не способен нормально сформулировать задачу. Ты по брифу это понял? Нет, я это понял по брифу, но я всегда дохожу до уровня дебрифа, потому что мне важно пообщаться с клиентом, понять, ну, они все могут хорошо и четко изложить это там на бумаге, вот, понять, что у них в голове, вот, и когда я понял, что, ну, как бы, мы, у нас понятийный аппарат разный, да, базовый понятийный, маркетинговый аппарат, он у нас, ну, не работает. Я понимаю, что если не могут сформировать задачу, значит, они не смогут ее оценить. Ух, я как далеко ушел от твоего вопроса, но мы к нему сейчас вернемся. Нормально, нормально. Просто я логически продолжаю, хочу вспомнить то, что ты уже сегодня сказал, то, что вы говорили с Женей. Вы почему-то часто говорите о том, что креатив — это риск. Не все готовы рисковать, креатив — это не риск. Креатив — это маркетинговый инструмент, маркетинг — это точная наука. Есть четкие параметры, по которым оценивается любой креатив. Да, согласен. И мы можем понять, успешный это креатив, хороший или нехороший. Я тебе просто объясню. Просто ты же это можешь узнать только по факту, сделав его. Только потом ты можешь узнать, правильно? То есть, грубо говоря, смотри, шанс того, что сейчас придет агентство, которое никогда не работало, у меня не было никаких фестивалей, что они сделали какую-то крутую штуку, намного ниже, если я работал с агентством, которое чаще этого добивалось, и просто я увеличиваю шанс. Ну, во-первых, креатив — это не всегда фестивальный креатив. Не всегда. Я для себя четко делю все, что делают агентства, мое в том числе, на определенный процент. Все, что делается в мире, даже не говоря про агентство, про рекламу, 80% того, что делается в мире — это говно. 15% — это хорошо. 5% — это эксклюзивно гениально и прочее. Вот за вот эти 5% получают фестивали уровня Канна, Евробеста, Репики и прочее. Я хочу, чтобы мое агентство делало вот те 15%, чтобы оно делало что-то лучше, чем говно. Поэтому тогда ко мне будут приходить клиенты, меня будут узнавать, мои работы будут узнавать бабушки моих сотрудников. А поверь, это иногда важнее, чем Канский Лев, чтобы когда твой копирайтер приходит к бабушке, к Капашке, и она типа, я вот это вот видела рекламу, это я сделала. На самом деле диспорника нет, и она ее понимает. Мы сейчас говорим с тобой о том, что ты за красных и я за красных. Я просто имею в виду, смотри, если приносит агентство две идеи, я сейчас говорю про смелость, одна идея, она хорошая, она понятная, но другая, она чуть-чуть менее понятная, но за счет того, что там какой-то интересный твист, она может просто как бы... У нее есть шанс, что она вообще взорвет рынок, а может быть, что тот ее не поймет. И тогда я сижу и думаю, мне нужно вот этот вот, который вроде бы добротная и хорошая такая, но ничего там нового такого нет. Или вот это, которое может быть чуть-чуть, может быть, есть шанс, что непонятно будет, а может, что взорвет. И ты сидишь, и ты вот эти две вещи между собой сравнишь. Вот смелость нужно принять вторую идею. А по каким параметрам ты сравниваешь? У тебя есть четкий список параметров? А что ты имеешь в виду конкретно? Ну вот тебе принесли две идеи. Да-да-да. Ты выбираешь первую или вторую? Да. По каким параметрам? Первая должна понятная идея быть. Для меня это первый слой, это даже понятность. Если я пооберешь, какой-то месседж типа заложил, мне нужно его обязательно донести. Дальше, конечно, креатив сам по себе уже субъективно. Но для этого мы, наверное, здесь существуем. Ну как бы люди, кто занимается креативом, кто в маркетинге, которые много видели идей, у них большой опыт. И тут уже шанс того, что мы угадаем, наверное, выше, чем у какого-нибудь дяденька из магазина. Понимаешь? Если бы так было, тогда вообще наша наука не нужна. И здесь я готов начать с тобой спорить, потому что у нас в BBDO есть четких шесть параметров, по которым мы оцениваем каждую креативную идею. Весь мой креативный департамент раз в неделю тренируется на чужих кейсах вырабатывать эту штуку. Мы очень пропагандируем, чтобы наши клиенты тоже так это делали. Шесть параметров я вот чтобы... Саш, про галкой специально. Она у меня всегда есть в телефоне. Первая, вот то, что ты сказал, это вторая вещь. Первая, она должна привлекать внимание, чтобы ее заметили. Вторая, она должна быть четкой и понятной. Она должна быть эмоционально вовлекающей. Она должна быть, как это по-русски сказать, insightful. Мотивировать к изменению. В нее должен быть интегрирован бренд. И она должна быть хорошо сделана. Хороший крафт. Ну ты можешь себе представить, что может быть идея такая, все пункты исходят, но они разные. Это шесть параметров. Это не... Есть три карточки. Желтая, зеленая и красная. Вот мы берем любую идею, любой print, любой key visual, не знаю, слоган, листовку. Ну с листовками мы, конечно, так не заморачиваемся, но все же. Три зеленых карточки в production. Ну то есть все, идея классная. Если она три зеленых проходит... Из шести три ты имеешь, да? Из шести три. Хотя бы одна красная на доработку. Желтые... Ну желтые... Смотрим уже по наличию зеленых карточек, да? Вот. Поэтому все. Это четкая штука, которая дает тебе понять. Потому что я очень люблю историю... Когда мы будем с тобой смотреть конкретные идеи, мы не сможем по этой системе работать. Сможем. Не сможем. Там, может быть, будет сочетание трех даже одинаковых, но при этом уровень этого может быть разный. Ты скажешь тебе для себя, для меня это вовлекающее на уровень... Еще надо ввести еще уровень 10. Кто-то скажет, для меня это вовлекающее на уровень 5. Зачем? Зачем ты усложняешь? Почему? Если он знает 10, то оно может быть лучше, понимаешь? Если бы это... Вот ты на счет не математика. Слушай, это вкусовщина. И это самая большая проблема многих рынков, и казахстанского в том числе. Потому что когда клиент тебе приходит и говорит, я показал ваш принт всем ребятам в офисе... Нет, это, конечно, не так. Ну, а это же то же самое. Ты говоришь, что мне она кажется недостаточно креативной. Система, которую вы разработали, она вполне может быть. Просто сейчас, когда чем глубже начнем погружаться, то мне захочется еще больше и больше сделать этих систем, и внутри их доработок, которые приведут к какому-то аду математическому, мне так кажется. Ну, в принципе, смотри, я с тобой согласен, что на каком-то этапе, когда идеи должны быть, как ты говоришь, какого-то хорошего среднего уровня, то есть минимум куда-то, да, типа не хуже вот этого, это может быть. Просто когда ты хочешь чуть выше, я не по 15-5%, но ты хочешь above average делать, это надо делать типа average, ребят. Окей, работа, которая окей, если там какие-то вещи будут сделаны. Мы по этим параметрам прогоняли и идеи, которые делают наши коллеги в Украине, и идеи, которые делаем мы, и идеи, которые делают наши коллеги в МВ, которые получают гран-при. Ну, окей, давай так, это у Тасхат рассказывал про другую систему, у каждого агентства своя может быть система, у вас такая, но это никак не влияет на создание крутых идей, это создание, как можно создать, она не урисальная, но приближенным к чему-то менее субъективному оценки креатива, но к созданию, наверное, нет, да? Держа в голове о том, что твоя идея должна соответствовать этим параметрам, когда ты разрабатываешь идею, когда ты креативный директор, копирайтер, креатор, твоя идея будет рабочей, она будет приносить результаты клиенту. Да, мы, ну, мы все-таки бизнес, да, мы креативное агентство, и мы креативный бизнес. Ты как бизнесмен просто... Мы в этом очень часто забываем... Какую-то пилюлю хочешь придумать, что, типа, вот эту креативную творческую тему, как бы немного какую-то математическую схему поставить? Слушай, но... Не, я не против этого смысла. Вывод. Я искренне верю и доказано многими исследованиями и на практике, что креативные идеи, они эффективны. Сто процентов. Не все, но да. И даже те, на которые нужна смелость, реальная смелость, не, да, ну, знаешь, как это, классика банковская, не вывесить большой ноль, а вывесить что-то более интересное, а другая смелость, которая... Которой занимаются западные бренды, где есть уже штука, которая называется бренд-активизм, где бренд выражает свою социальную позицию. Вот там нужна смелость. Социально ответственность, да. Не социально ответственность, а социальная позиция. И там нужна смелость, там нужно... Из-за этой смелости тоже стоит определенный бизнес-показатель. Ты понимаешь, что, ну, допустим, да, ты бренд в Штатах, и ты такой заявляешь, я за аборты. И ты понимаешь, что, да, 60% населения тебя возненавидят, сожгут твой офис, но есть 40% населения, которые за тебя, а если ты не мультинациональный огромный бренд, а маленькая, не знаю, там, кафе, которая выражает свою социальную позицию, то ты получишь себе лояльность 40% аудитории. Это понятно, то же самое, что сейчас выйдет, тот скажет не black, не black life matters, а скажет white, white, типа, matters. Типа, как 80-90% захейт, а 10% может быть. В современном мире это опаснее темы абортов. Да, мы когда говорили о смелости, которую ты никак не оценишь на уровне этой схемы, что, например, смелость, то есть, например, для этого бренда что-то сделать немного смелее, непривычнее, что они обычно делают, понимаешь? Мы об этой смелость. А зачем мы делаем рекламу? Привлечь внимание, первое. А второе? Ну, конечно, продать, нам нужен наш продукт. А еще есть промежуточная штука. Подскажи. Спровоцировать эмоцию. Ну, да, однозначно. Ну, то есть, да, потому что… Если эта эмоция не подходит бренду, например, тут риск, она может работать. Бренд без эмоций — это продукт. Смотря какая эмоция, понимаешь? Эта эмоция может ему меньше подходить. Ну, я не знаю, например. Например, мне пришли, сказали, Дим, вот к какому-то банку пришли, сказали, ребят, есть идея, но она как бы… Обычно банки такую идею не делают. В этом смелость того банка… Окей, не подождите. Мы решили для себя, что мы же хотим выделиться. Помните, у нас была стратегия чтобы не быть как все банки, которые все одно и то же делают. Так вот, мы рискнем с этой идеей пойти, которая обычно для банка не подходит? Ну, вот. Или нет? Вот мы про эту смелость голодим. И вот здесь, под вот этой карточкой ее тяжело как бы оценить, понимаешь? Она может все подходить по карточке. Все шесть могут подойти, но в итоге она не сработает, понимаешь? В этом риск. Потому что он не совсем банку подходит именно под его ценности какие-то. Или привычка людей. Может быть, люди не готовы это слушать для банка, понимаешь? Именно для банка это будет у них отторжение. Вот для чего-то другого они привыкли. Слушай, я сейчас баянестую вещь тебе вспомню. Генри Форд, если бы спрашивал у своих потребителей... Ну, это понятно. Они бы просили эти леву со 100 лошадей. Понятно. Но, видишь, это смелость не у всех. Мы же видим, мы сейчас теорию хорошо говорим. Когда ты приходишь... Слушай, давай практику. Да. Практический кейс... Смотри, давайте я спрошу. Ты сам говоришь, что в начале истории мы приходили к нашим клиентам, когда только приехал, и мы начали типа фонтанировать идеями, и люди вас испугались. Было же это? Это были сложные идеи. Это были реально сложные идеи, которые... Нужна была смелость, чтобы принять их? Как считаешь, их стоило взять или нет? Им не стоило брать, они были сложные и непонятные. То есть ты считаешь, сейчас бы ты не делал? Я сейчас считаю, что это были плохие идеи. Нам приходилось их объяснять клиенту. Хороший креатив не продается с презентацией. Хороший креатив ты показал, клиент понял. Тебе не нужно его объяснять. Это классный креатив. Даже знаешь, как люди начинают тебе показывать слайд, и ты уже не заканчиваешь свою мысль, ты понимаешь, вот это то самое. При этом он не должен быть банальным. 100%. И он не должен быть то, к чему привык рынок. Ну, то есть, если от банков ожидают большой ноль, то будет у всех большой ноль. Можешь пример какой-то работы заметной сказать, которая прошла через эту штуку, ну, и показала себя круто? Слушай, ну, у меня есть любимый кейс, я его всегда на там всех конференциях везде вспоминаю. Кейс креативный. АМВ Лондона. Нет, BBDO Алмата. BBDO Алмата. Именно по такой примеру. Я к чему веду, только не обижаюсь. В теории можно все, что угодно говорить. Я говорю сейчас по факту, как эти вещи реализовывать, как они работают сейчас на нашем рынке, это людей беспокоит. Потому что все смотрят Каны, все смотрят, читают крутые книги. Ты классную в теории крутую вещь сказал. Если эта вещь, которую ты реализовал на основе этого, в Казахстане, которая была заметная, что-то взявал у нас здесь, хотя бы Джо Борф или что-то. Подожди, ты хочешь опять... Ну ладно, не фестиваль, окей, не фестиваль. Забудь, забудь на фестиваль. Давай, у меня есть пример, я вспомнил. Давай. Я всегда говорю, что я очень не люблю этот кейс. На самом деле вру, я его очень люблю. Он один из, наверное, самых любимых кейсов, которые мы делали в Казахстане. Стиральные машинки LG. Банальные стиральные машинки. Ниже среднего ценовой сегмента. Ничем не отличаются от конкурентов. Главный конкурент Samsung. Главная фича Samsung. Можно открыть лючок, забросить носок. Вот приходит к нам клиент, говорит, слушай, ну машинки, вообще ничего в них нет. Пошли копаться, пошли, сходили в Суллпак, пообщались с продавцами. Узнали, что оказывается у стиральных машинок LG тоже есть функция добросить вещь во время стирки. Только лючка нету. Просто можно дверь открыть, ставить на паузу, открыть дверь. Да, там через 2 минуты, кажется, это происходит. Или у них сразу можно открыть, закрыть. Ну какой-то есть этот грейс период, как в банке это называется, когда это можно сделать. Ну у Samsung тоже так же. Более того, так как конструктивно нет лючок, ты можешь открыть большой вот этот люк, ты можешь не только закинуть вещи, ты можешь их еще и достать во время стирки. А ситуации, когда тебе достать вещи из машинки, гораздо больше. Ну, значит, там красный носок банальный, телефон, кошелек, паспорт. Это был наш первый ролик о том, что чувак забыл паспорт, прибегает, вытаскивает его. Второй ролик, мы выяснили, что для этого ценового сегмента в стиральных машинках LG есть функция пара. В этом ценовом сегменте ее мало кого есть. Мы живем в Казахстане, в Алматы, где парогенератор, который очищает вещи паром, убивает 99,9% бактерий. Вот мы и аллергенов. Мы живем в Алматы, воздух у нас грязный, плохой, аллергии работают. Ну и мы раскрутили эту штуку до максимума, гиперболизировали. У нас была семья, которая так заморачивается на тему аллергии, что она живет в целлофане, муж заходит. Ну, как мы сейчас живем? Мы даже клиенту предлагали переразвучить этот ролик, потому что он сейчас еще более актуален, потому что чувак заходит в квартиру через туннель, дезинфицирующий, все как у нас. Вот давай прогоним эту историю по параметрам. Она привлекает внимание? Ну вот семья, в которой... В пакете, да. Женщина в пакете на стол ставит курицу, кукушечка там много очень деталей, там очень хорошо поработали с крафтом, там кукушечка в часах вылетает в пластик, чувак в костюме, ну это сейчас мы к этому привыкли, тогда это было дико. Привлекает внимание? Привлекает. Она понятна? Да, понятна. Она понятна. Она эмоционально вовлекает? Вот здесь, поверь, я каждый раз показываю на конференции этот ролик, люди после него ржут. Я думаю, его вовлекают. На Реджел Борси его там обсуждали в секции, где дают обратную связь, говорили, что актеры там не доиграли, можно было лучше... Ну, я как человек, который знает, как это снималось, актеры молодцы в этом плане. Вот. Ну то есть он ржачный. Более того, знаешь, мы же все всегда показываем свою работу маме, я маме своей показал этот ролик, она говорит, слушай, она говорит, придурочный, я целый день ходил, о нем думала. И это лучшая штука, которую ты можешь услышать про рекламу, когда человек увидел рекламу, еще целый день ходил, о ней потом думал. Вот. Ну, насколько он insightful, здесь мы можем желтенькую поставить, бренд есть, бренд есть, показываем машинку, у нас есть пэкшот, крафт, хорошо крафт, награду он получил за крафт, поэтому, ну, как бы, одна за крафт, другая за идею, собственно, работает, работает, фестивали получил, получил. Это отличается от того, что делает обычно компания LG в своих роликах, отличается, потому что предыдущая серия роликов для этого, для этих стиральных машин, это певица Валерия, которая бежит по квартире, радостно забрасывает вещи и достает их из стиральной машины. Классники есть, я просто хотел, знаешь, что сказать, что мешает делать, если есть такая, ну, классная схема, делать много таких работ, что мешает, клиенты или что? Клиенты, креатив, продакшн. Я считаю, что все, что мы делаем с нашими клиентами, попадает в те 15%, которые надо, вот, не все эти идеи фестивальные, потому что мы, опять же, говорим про 15%, но эта идея тоже, это 15%, это не 5%, она нигде, кроме Red Jewel Borgs наград даже не брала, хотя подавалась, ну, потому что, она хорошенькая, чистенькая, классная. Если ты ее прогнаешь, мне понравилось, то, что если ты прогонишь, я говорю, ты какую-то добротную работу получишь. Да. Добротную. Но ты не получишь говно. Ну да, ты просто не за то, а до коню. Поэтому. На постоянной основе выдавать добротного уровня работы, при этом, если что-то, ну, типа, и не замахиваться, если вдруг что-то выйдет, ну, окей, круто. Нет. Но как минимум, вот это нужно сделать. Есть другой кейс, который мы сделали в прошлом году. Мы его еще не оформили в кейс, и это смелость. Вот там эта смелость. То есть, это то, что за бренд что-то отстаивает? Про ту историю? Да, там своя история у этого проекта. Мы участвовали в тендере одной компании, которая производит средства женской гигиены. Мы узнали кучу инсайтов, ужаснейших инсайтов. Но, опять же, я хотел рассказать тебе про кейсы AMV Лондона, похожий кейс для Blood is Normal, для Body Form, где ребята поняли, что мы в рекламе показываем голубую жидкость вместо крови, и что дети вырастают, и когда у девочек начинаются менструации, они приходят к маме и говорят, слушай, у меня что-то там красное, должно быть голубое, наверное, со мной что-то не то. Вот. И это история о том, как надо быть смелым. Там есть классная история о том, как они это продавали клиенту, они привели своего клиента из Марса. Но вообще видишь, какая смелость. Это вы же, Марс не готов обычно делать, поэтому и нужна эта смелость, чтобы чуть шаг сделать вперед. Это клиент не Марс. А, ну, кто бы то ни был. Клиент Либрес, по-моему, бренд, ну, бодиформа. Ну, идея необычная, нестандартная. Она, она простая идея. Не, ну, вы же выходите из, из категории, кто все привыкли, и на это нужно смелость, чтобы рискнуть с этим. Она правдивая, она, знаешь, согласен. классный креатив, он, ты мне спросишь про мою самую любимую компанию в Казахстане, я тебе ее расскажу. Она не моя, не моего агентства, но я расскажу. Классный креатив, он правдивый, он непридуманный. Как вы продавали агентство, клиенту тяжело эта идея продалась? Вот какая? Вот, который вы кейс выберете, расскажи. Сейчас я буду рассказывать, подожди, давай, по порядку, я рассказываю тебе про кейс AMV, который я люблю. А, я думал, это вы сделали, сори. Нет, это сделал лондонский офис, это гран-при Каннских львов. Ну, я под очку рудро, просто я вдохновился прям. Вот, и это была сложная для них история, но сейчас этот кейс подают в Гарварде, не как креативную компанию, ребят, которые рассказали о том, что надо в рекламе показывать кровь и о том, что ну, хватит уже стигматизировать эту тему, мы живем в 2018 году. Ну, вот. Ребята взяли с этим все, что возможно, им сложно было продать ее клиенту. Они привели своего другого клиента для того, чтобы тот подбодрил и сказал, слушайте, ну, ребята знают, что они делают, они не подставят вас. Компания, которые не хотели размещать на телеках и прочее. то есть, это было смело. Вот здесь действительно нужна смелость. Смелость и клиентская, и агентская. Ты просто хотел повелиться своей идеей. Да, к нам приходит бриф на такой же продукт с проблемами. Бриф в Казахстане. Да, и мы понимаем, что здесь у нас ситуация еще печальнее. Да, у нас девушка в магазине, когда подходит к полке с женской гигиеной, если рядом появляется мужик, она делает круг по магазину. Ей стыдно взять с полки. Не дай бог, мужчина будет стоять рядом, когда она положит на ленту пачку прокладок. И уж мы не будем никогда представить себе о том, что мужчина в Казахстане пойдет покупать своей жене прокладки. Простите за откровение, но когда я делаю это для своей жены здесь, на меня продавщицы смотрят глазами «Я ваша». Потому что ого, мужик покупает своей жене прокладки. Вот. И мы вот со всей этой историей работаем над брифом, тендерным брифом и накапываем классную историю. Накапываем некие корни этой всей истории. Да, мы понимаем, что все это лежит в религии, что в христианстве, что в мусульманстве, все это идет оттуда. Это понятно. Но есть еще интересная история. как по-казахски будет слово месячное. Етекер. Это двухсоставное слово, которое, если переводить дальше на русский язык, дословно звучит как грязный подол. Ну, то есть ты грязная, у тебя грязный подол, когда у тебя эти дни. А язык, ну, вот по моему скромному убеждению, это штука, которая лежит в ДНК нации, которая формирует, даже мы этого не осознаем, но она формирует то, как мы воспринимаем вещи, как мы воспринимаем понятие. Если у нас в ДНК нашей нации, нашей, говорю, лежит вот такое отношение к этому периоду абсолютно естественному у женщины, ну, наверное, как бы отсюда и идет вся история. Принесли клиенту, клиент, естественно, ни в какую, но идея классная. Мы с ней ходили, и мы с ней пришли к журналу Космополитам. Ребята не испугались. Мы сделали эту идею с ними. В прошлом году у нас был номер, который в журнал вышел с грязным подолом внизу, у нас был разворот, посвященный этому, у нас была компания в диджитале про это с блогерами, инфлуенсерами. На первом митинге, который разрешен был феминистическим, девочки были с нашими плакатами. Наша цель была, у нас был сайт, где можно было предложить альтернативное, современное, не стыдное название на казахском, естественно, языке. Мы проголосовали, у нас там было 120 с чем-то, если что, есть цифры с собой, могу показать, охвата. Но я как человек, разрабатывавший стратегию всего этого дела, придумавший стратегию, не креатив, креатив делал, естественно, креативный департамент. У нас ряд вопросов был в инстаграме, почему у нас в бибидео нет стратегов от дела. Часть ответа на этот вопрос, потому что у меня даже в джебоффер было прописано выполнять роль стратега, пока такой не появится в штате. Пока не появился такой. Я отвечу на этот вопрос позже. Почему, как и что мы с этим планируем делать. Вот. И вот я лоханулся. Ну вот, с точки зрения стратегии, я делал эту стратегию в этой компании с учетом того, как это работает на моем родном рынке. Мы создали awareness, мы создали резонанс, мы создали общественное давление. Мы даже такая его в Твиттере писали. Вот. Он предложил, как раз случайно совпало, в то время предложил заменить слово oralman на более нестыдное. Мы ему говорим, класс, еще есть много других слов в казахском языке, которые стыдные, их надо заменить. Мы дошли до комиссии по языку. Комиссия по языку посмотрела наше обращение. У нас там были обращения у них на сайте, есть специальный сайт, где можно предлагать изменения в казахский язык. Комиссия забила. Вот. И, ну, если мы делали этот кейс даже в Украине, не говоря уже про более западные страны, этого бы хватило бы для того, чтобы получить change. Но, в принципе, то, что я тебе рассказал, оно тянет на кейс для уровня региональных фестивалей. Он, мне кажется, будет именно работать в той стране, где именно так переводится. Нет, его можно объяснить, он понятен. Здесь же основная проблема в том, что здесь нет продукта сейчас, после того, как отказались, да, ребята вот эти? Нет, здесь есть журнал Cosmopolitan. А какой посыл был? А? Посыл какой был? Как связано Cosmopolitan с этим? Для прогрессивных девушек. Журнал, который выражает свою социальную позицию. Нужно иметь определенную смелость. Когда я пришел продавать эту идею в журнал Cosmopolitan, передо мной село три собственника, все мужики, все казахи. Я думаю, все, я пропал, я им не продам эту идею. Продал. Ну, то есть, они поняли, они ее купили, мы это с ними сделали. Для этого нужно иметь, в Казахстане для этого нужно иметь смелость. Я, запуская эту компанию, думал, что мне сейчас офис сожгут, потому что количество дневных комментариев и на социальных сетях агентства. А, это придумал агентство, где генеральный директор украинец. Я тебе дословно цитирую. Ну, то есть, с переходом на личности. То есть, ну, она для Казахстана смелая. Почему до нее еще нету до сих пор кейса? Потому что я ее считаю недоделанной. Я хочу показать change, изменение. Вот именно. Вот когда на государственном уровне это слово заменят, когда его заменят во всех словарях, тогда из этой компании будет сделан кейс. И я не отрицаю, что это случится, просто здесь нужно работать теми инструментами, которые работают в Казахстане. Единственное, идеальный был вариант, и мне кажется, у него шанс, мне кажется, взять не только региональные фестивали, если бы здесь был не Космополитен, который для меня чуть-чуть за уши протянут, а если бы действительно тот бренд подписался и пошел. Ну, бренду стыдно. Потому что это, знаешь, для меня немного так, знаешь, мы создали классный день, ну, вот Космополитен к этому у меня привязка к бренду, если бы мы с тобой по-твоему это шли, привязка к бренду для меня была бы неочевидна. Почему? Если бы это было впрямую именно, там, наверное, Ли Бресли, тот из этих был бы, это было бы на меня прям это впрямую работает четко и работает на бренду. Ну да, это было бы гораздо круче, гораздо сильнее. Вот, но, нет, здесь, понимаешь, здесь история в чем, опять же таки, мы как... Ну, банк, может быть, сказал бы, я за позицию для женщин, давайте тоже, в принципе, ну, грубо говоря. А почему Космополитен не тот бренд, который не может это сказать? Нет, нет, он может, я имею в виду, что он настолько, ну, банк чуть дальше, я утрируюсь, какой-то банк мог бы тоже сказать, мы за женщин, и так, банк дальше, чем журнал Космополитен. Дальше, но я тебе утрированно показываю, в смысле, ну, типа, мне кажется, банк от Космополитена так же далеко Космополитен от Либреса, например. Ну, ну, это был бы идеальный кейс, лично для меня. Жаль, что они не согласились. Да, ну, было страшно. Делать откро. Я понимаю. Дим, здесь я их понимаю. Ну, что для них это страшно. Потому что, ну, вот, я не согласен, что креатив, на креатив нужна смелость, но когда мы говорим про наш рынок, вот именно, мы же про наш говорим. В нашем рынке здесь не то, чтобы смелость. Понимаешь, история из практики. Не работаем с этим клиентом уже, слава богу. Вот, делаем компанию, летняя промо. Ну, такое, симпатичное, классное, ну, простенький ролик, но хорошая идея. Ее территорию никто никогда не использовал в Казахстане, не странно почему. Вот, крутейшие призы. Не белая Toyota Camry, как обычно, а классный, с классным опытом, невероятным. Я бы сам бы с удовольствием бы получил бы эти призы. Призы стоят вот столько. Компания не взлетает. Ну, обычная промо под крышечкой. Компания не взлетает никак. Приходим к клиенту разбираться, что вообще случилось. Выяснилось, что бюджет на промо медийное у компании вот, по сравнению с призами. То есть, клиент считал, что, ну, у него классный креатив, у него есть товар, в котором есть условия акции, значит, промо взлетит. То есть, мы потратили на призы и на разработку креатива больше, чем осталось. Вот. А потом мы такие, креатив не работает. Ну, если его никто не увидел, он не работает, да. Бывают такие кейсы-ролики стоят дороже, чем само размещение. Поэтому, мы, и поэтому, да, я не креативный директор, вот, поэтому я не только про креатив, я про бизнес, про стратегию, потому что выполняю эту роль, вот. И, возвращаясь к смелости в Казахстане, мне очень часто кажется, что многие клиенты делают такие компании, потому что они боятся, что у них обратят внимание. Ну, то есть, зачем мы делаем рекламу, да? Чтобы на нее обратили внимание. Но, мы очень часто видим рекламу, которая сделана так, чтобы она не выделялась. Как ты, как ты, я это понимаю, послушайте, о чем ты говоришь. Как ты думаешь, как мы с этим бороться, чтобы все-таки у нас какие-то появились крутые идеи, вот смелые, если оно будет называть, чтобы их не боялись? Может, это прозвучит довольно грубо, но мне кажется, что там одна из проблем рынка, да, вы там вечно задаете вопрос, то идиот клиента или агентства, в том, что довольно низкий уровень профессионализма на рынке вообще и со стороны клиентов, со стороны агентств. Да, и опять же, там, я, мы как BBDO здесь и сейчас сделали свой бизнес таким, что мы можем выбирать, с кем мы работаем. У нас классные клиенты, мы можем инвестировать в, и много инвестируем в обучение своих сотрудников, мы там проводим им курсы, оплачиваем курсы, они были бы сейчас закрыты границы, у меня бы сейчас арт-директор проходил бы стажировку, но в Канны, Каннов в этом году нет, отчасти потому, что большие агентства типа BBDO сказали, что в этом году мы в них не участвуем, и, ну, нет, мы просто поправили арт-директора нашего там на курсы большие, длинные стажировку в Киеве, да, у нас это было запланировано, забюджетировано, то есть мы готовы тратить на это деньги, те же критерии, которые я тебе рассказывал, они реально разбирают их, это не вот, не красивый пиар, которым каждое агентство рассказывает, мы много вкладываем в развитие своих сотрудников, мы реально это делаем. Более того, у меня новый офис, в который мы переехали в начале этого года, половина офиса отдано под лекторий, в котором я планировал сделать ремонт, проводить лекции для сотрудников, привозить крутых специалистов, проводить платные и бесплатные лекции для рынка, но сейчас у нас немножко реальность такая, что людей мы на лекции не собираем, ну и тратиться на красивые лектории, это тоже не этого года приоритет. Поэтому низкий уровень образованности и профессионализма. Ты опять же с Женей говорил о том, что есть креативщики, которые ходят из агентства в агентство, ничего не достиг в этом. С клиентской стороны тоже самое, довольно много сотрудников, которые нечем похвастаться и просто ходят, получают там зарплату, с клиентами обычно люди и уходят. Я, короче, маркетологов столько не знаю точно, сколько я людей знаю, сколько их агентств люди были. Ну ладно, другой вопрос. Хотел про персонал спросить как раз, ты начал рассказывать. Несмотря на то, что ты сам с Украины, как ты относишься к тому, что сейчас типа с Украины ребят приглашают, но все равно они уезжают и так далее. Я знаю, что у тебя Рената, я не знаю, при тебе это было или нет, что ее сделали и креативный директор. Класс. Твое решение, почему ты решил никого не привозить, а наших растить? Ну, мало кто знает, реально, что Рената это третий креативный директор при мне. Но все могут вспомнить Лешу. Кто-то с Белоруссией, да, был 3 месяца? Меньше 3 месяца. И я объяснял очень долго, каким надо быть экспатом, чтобы креативному директору это еще сложнее. Ну, то есть генеральный директор это все-таки человек больше рацию, креативный директор это больше эмоциональный человек. С эмоциональным человеком весь эмоциональный багаж переезда в новую страну это вообще капец. Не все справляются, реально, то есть вот там история с нашим вторым креативным директором, который практически не побыл у нас, это история эмоционально не выдерживает, человека, который не смог эмоционально выдержать переезд, просто потому что ну вот ты собеседуешь одного человека, он классный, у него классный опыт в своей стране, он приезжает и сама смена обстановки влияет на него так, что ну все, человек не не справляет. Ты со второго раза перестал верить в то, что можно кого-то привести? Смотри, во-первых, да, во-первых, я понимаю, что со своим креативным директором здесь, из Казахстана, с ним можно сделать больше. Возможно, хорошо бы сработала связка два креативных директора, один такой, знаешь, зубастый, опытный, откуда-нибудь вообще западнее Украины такой, с кучей львов, но его же надо за что-то привлечь сюда, вот, и когда, ну я искал креативного директора, я искал в Украине, в России, в Беларуси, его надо чем-то заинтересовать, и раньше это было чуть проще, разница в зарплатах была значительная, в Казахстан можно было звать людей за деньгами, но опять же таки креативный директор, который только за деньгами, ну такое себе, вот, сейчас эта разница практически нивелировалась, учитывая разницу в стоимости жизни экспата в Казахстане, хотя все рейтинги утверждают, что он дешевле, чем Киев, я вообще не представляю, как Казахстан может быть дешевле, чем Киев, учитывая разницу в ценах, вообще в ноли, и выгоднее оставаться в Киеве на своем родном рынке со своим собственным домом, квартирой или даже арендой, которая стоит дешевле, чем ехать сюда. Ты едешь, опять же таки, я как генеральный директор, я могу здесь показать историю успеха хотя бы цифрами, да, несмотря на то, что ты объективно можешь опереть. Хотя бы слава, несмотря на то, что слава, это мой второй КПА, да, и я тоже хочу, уезжая с Казахстаном, мешок наград в портфолио, точно так же, как любой креативный директор. Но я здесь расту в любом случае как профессионал, как специалист, потому что у меня появляется опыт работы не на родном рынке, ну, это просто в резюме ценится. Креативный директор в большинстве своем, приезжая в рынок Казахстана, даже с рынка Украины, он здесь пропускает быстро растущий, динамически развивающийся украинский рынок, который, ну, чуть дальше, просто исторически так сложилось. Я не считаю, что у нас здесь в Казахстане плохой, отсталый, или, как принято говорить, моими коллегами-экспатами, мной, три года назад, специфический рынок. Он, рынок нормальный, в своем этапе развития, да, в прошлом году BBDO в Украине, в Украине, в России, BBDO группы исполнилось 30 лет, в Казахстане BBDO 5 лет, соответственно, мы отстаем на 25 лет просто чисто хронологически, поэтому дайте себе время, как минимум. Еще... Я не знал, что BBDO всего 5 лет, всего 5 лет в Казахстане. Ну, там можно по-разному считать, есть BBDO Central Asia, есть BBDO которая сейчас, вот BBDO точно знаю, что 5 лет. Вот, и поэтому, как бы, ты приезжаешь, и ты то время, что здесь, ты отстаешь от своего родного рынка. Тебе потом, если ты планируешь вернуться, не планируешь оставаться здесь на всю жизнь, мало кто планирует, как по крайней мере, при первом рассмотрении. Короче, не видишь уже мотивацию, чтобы они сюда ехали. Этих людей сюда очень сложно затащить. Но приезжали же в последнее время, вот еще приезжали несколько еще, хотя бы год-два, когда уже цены одни и те же примерно были и так далее. Из успешных историй никого не было. Вот уехали же, ничего не покажешь. Я знаю, что вернулся Рома Брейман. Вернулся, да? Это его второй заезд. Я не знаю, чем он закончился, потому что агентство, в которое он вернулся, ну, мягко говоря, не в лучшем сейчас положении дел. Поэтому я не знаю, уехал он, не уехал, здесь и не здесь. В итоге ты решил сделать ставку на местных? Да. Это бизнес-решение логичное? Это логичное бизнес-решение, обоснованное, понятное. Это человек, понимающий рынок, она здесь выросла. Ну, то есть, как бы, да. Ну, это круто. Ну, и еще, да, я когда-то себе пытался нарисовать портрет идеального креативного директора. это к вопросу Фары Нарбаева. Да, ну, он писал этот вопрос, нарываясь на комплимент, он знает мое отношение к нему и знает, что я бы хотел бы с ним поработать в разных форматах. Он сам признается, что хотел бы со мной поработать, но хочет за это очень много денег, дом с бассейном и еще прочее, зарабатываю у Фара. Вот. Но и на рынке Центральной Азии есть два креативных директора, с которыми мне было бы интересно поработать. Это Фара и это Никита Ермолаев. Объясняю, почему. Я считаю, что самые сильные и интересные креативные директора получаются из людей, которые попробовали управлять агентством самостоятельно или управляли им когда-то. Анжи наш, Губай Ду, Дулин, ну и ребята из Friends, ребята из Славы, которые в свое время ушли из московского BBDO, да, это все ребята, которые не просто креативные директора, которые про творчество, это ребята, которые знают, что такое каждый месяц зарабатывать на зарплату сотрудникам. И это очень хорошо влияет на креативного директора. И Рената, не будучи никогда там владельцем или директором агентства, у нее есть вот это понимание бизнесовости. И это очень круто. Короче, тебе не хочется тратить 50% времени на уговаривать какую-то звезду в перьях, которая думает только о креативе и бизнесе и интересе, но не настолько. То есть, ты рационально хочешь КД, который частично управленец и понимает все задачи, цели и так далее. в очередь управленец. это управленческая позиция. Не тот, кто придумает лучше себя. Да. Его задача по большей части креативного директора это контролировать, активировать. мы стараемся. Но все равно пока Рената синий креативщик, да, ну типа сама придумывает. Ну это связано там с частью с вечно открытой позицией копирайтера у нас и Ренате приходится ее закрывать своим своей работой. Но на рынке ты же знаешь, что у нас все так работают. Креативный директор придумывает идеи. Знаю. Вот это, кстати, тоже отчасти ответ на вопрос, почему у нас не прожился креативный директор из Минска, потому что он приехал с тем, что ребята, вы делайте, я там буду смотреть. Наши ребята не были к этому привыкшие, у них случился разрыв шаблона, а некоторые из них сказали, мы вообще не понимаем, у нас есть креативный директор, нет креативного директора, мы пойдем куда-нибудь другое место работать. Вот я понял, что я теряю свою креативную команду и как бы мы быстро поменялись. Круто. Слушай, у нас уже чуть-чуть мы run out of time, да, и я быстро хотел задать... Давай, можем это. Быстренько. Экспресс вопросы, да, нет? Не-не-не-не-обязательно, не обязательно. Просто я некоторые вопросы уже не буду просто задавать. Смотри, в итоге, как я вот увидел, я честно, помнишь, был вопрос с Асхатом, мы обсуждали, что агентство себя никак не поэстонирует. Ну, я видел эту проблему, да, то есть, может быть, это я не видел, я не знал. У меня такое ощущение, что есть агентство, кто-то что-то, каждый занимается с клиентом своим, тихо, и не общаются, и никто себя не поэстонирует. Сейчас я у себя пообщался, я теперь для себя понял, что такое, ты меня, если что, ты меня исправь. В данный момент у вас такая сбитая небольшая команда, там 25 человек, 20 человек, небольшое агентство, где часть у вас большие сетевые клиенты, которые работают на, вы работаете над адаптацией, ну, пытаетесь сделать идеи крутые и с ними, но вы готовы, в принципе, идти с малым, средним бизнесом и делать какие-то классные фестивальные работы. Мы готовы делать их со всеми, с нашими текущими клиентами, и наши текущие клиенты, большие сетевые, они тоже к этому готовы. Они готовы к этому? Почему? Ну, я имею в виду основной вопрос, это как сломать, пока же нет ничего с ними сделано крутого, я не вижу, если что-то происходит, пока не с сетевиками это происходит, я об этом. Мы сейчас опять на начало нашего подкаста но тем не менее. И в итоге получается, что ты пытаешься все-таки взращивать, чтобы никого не привлекать, ориентируешься на внутренний ресурс и часто отказываешься от каких-то тендеров, которые ты считаешь невыгодные, ты не идешь, каждый тендер не залетаешь. Из 10 тендеров в один. За сентября прошлого года мы поучаствовали в двух тендерах. Да. И условия твоего роста, ты готов расти, но при определенных условиях, которые здесь уже есть, такие-то клиенты, в тендеры обычные не залетаем и по доходности работаю именно так. По-другому я не готов там типа... Ну а зачем? Все, я понял. Просто есть разные... Вот я пытался, я сейчас описал твое для себя агентство, понимаешь, как спозиционировал для себя в голове. Ну, понимаешь, есть большие агентства, ну вот, GeForce два раза больше, чем мы. Они просто по своему бизнесу должны участвовать во всех тендерах, потому что они большие, им, чтобы себя кормить, надо пропускать. Они не участвуют в секторе. Ну, мне так со стороны кажется. Но вообще, да, тема там к вопросу Виталика из Маккена и вообще к BBDO на рынке Центральной Азии и Казахстана. Мы немножко в другой лиге. Ну вот объективно. С кем? Со всеми другими агентствами на рынке, кроме одного, и то там есть нюансы. Мы белые. На все 100% мы там. Настоящий сетевой бизнес, международный, 100% международная компания, мы платим все налоги. Таких нет. Таких есть еще Chale, но это тоже отдельная категория, потому что это сателлит Samsung, да, их основной клиент это Samsung. Вот, ну, это же несложно проверить. в Казахстане легко есть открытые данные и посмотреть, кто сколько налогов заплатил там в начале этого года. Когда агентство, которое там в два раза больше моего, в три раза меньше налогов платит, а это же ты понимаешь, ну, то есть нам сложно конкурировать, да, у нас может быть одинаково качественные услуги, мы можем быть офигенными, как они, но мы не можем быть такими же по цене, потому что, да, мы людям платим белую зарплату, а это 35% налогов сверху, мы не платим ничего в конвертиках, вот это все, у нас легальный софт, у нас вот эта вот вся история, потому что, ну, мы большая международная корпорация, нам по-другому нельзя, ну, и я лично по-другому не хочу. Ты не хочешь, я хотел тебя вопрос. Для меня это очень большая ценность, я очень горжусь, я часто это говорю, и я могу себе позволить слегка вот так вот смотреть на другие агентства, потому что они себя так не ведут, потому что это про бизнес, да, и про, про вклад, да, я здесь человек, не родившийся в Казахстане, когда-нибудь уедущий отсюда, и когда-нибудь мне кто-нибудь спрашивает, а что ты сделал для Казахстана, а я могу просто рассказать, сколько я лично, и сколько компания, которая ее управляю, платит просто налогов в бюджет этой страны, и мало кто может этим похвастаться. Ну, то есть, намного тяжелее тебе конкурировать, учитывая это такое условие. Потому что придут другие ребята, они уже со старта могут быть на 35% дешевле, просто потому что они своим сотрудникам платят зарплату в конвертах. Почему сотрудники готовы так получать? Ну, наверное, потому что в большинстве своем у нас в агентствах работают довольно молодые ребята, которые не задумываются о том, что когда-нибудь им надо получать ипотеку, когда-нибудь они захотят путешествовать, по миру им захочется получать визу без проблем, ну, и все вот это вот. Не, ну, в принципе, знаешь, понятно, что это когда-нибудь женщинам захочется завести ребенка, уйти в декрет и получать зарплату декретные с белой зарплатой, а не с 42 тысяч, которые... Это все большие барьеры, но с другой стороны, нет, я согласен, что это барьер, я с этим согласен однозначно. Просто есть, допустим, другой путь, когда с той же мы бандой работали, и когда мы входили в тендер, они прям значительно были дороже всех, я имею в виду разницу, то есть я имею в виду, что качество креатива и работа, оно может, в принципе, перебить, но вы, наверное, в начале пути, ну, по этому пути хотите двигаться, что ваши работы именно заставят людей платить больше, ну, грубо говоря. Клиенты наши, опять же таки мы с тобой говорили о том, что наши сетевые клиенты имеют возможность работать с другими агентствами на рынке. Многие из них стоят дешевле, чем мы, но наши клиенты понимают ценность, которую за нами не надо переделывать, мы не факапим, да, знаешь, недавно один наш клиент, вернее, как, я увидел у блогера популярного в Казахстане, Лифлет из Магнума, одного нашего клиента, и я за сердце хватаюсь, потому что там на 5 строчек, 8 ошибок, орфографических, и такой, креативу сразу, ребята, это что, наша? Потому что компания наша. Они такие, нет, материал не мы делали. цена пойти подешевле у кого-то что-то сделать. и таких случаев много, и вот поэтому, да, вот когда-то, когда мы сюда приехали, такие все ха-ха-ха, классные хлопцы с Украины, напугали чуть-чуть клиентов наших, они такие, блин, они приносят нам какую-то дичь, вообще не про нас, ну она действительно была сложная, ну вот сейчас отдавая себе отчет, она была классная, креативная, интересная, но она была сложная. Это нехороший креатив, когда он сложный. И вот прошло какое-то время, да, мы там выстроили заново, практически с нуля выстраивали снова отношения с клиентами, там у меня крутой клиент-сервис, который во многом это на себя взял, и да, они сейчас понимают, что да, BBDO стоит дороже, но за BBDO не надо 4 раза переделывать. Но BBDO, оно требовательное, оно может выставить 8 доп. костов, это наш рекорд, 8 доп. костов по одному проекту, ну потому что менеджеры со стороны клиента недостаточно четко ставили задачу, принимали задачу, потом переделывали, меняли задачу, 8 доп. костов, да. И наши клиенты готовы на это, они понимают, что это цена их ошибки. Окей, знаешь, что хотел сейчас спросить, вот ты уже 3 года работаешь здесь, и мы уже обсудили, какие много сложностей у нас в стране, но ты видишь какие-то пути решения, как мы можем начать делать в Казахстане, что начнет что-то меняться на этом рынке, что должно произойти? Смотри, ну, во-первых, время, чисто просто вот хронологически должно бы пройти какое-то время, во-вторых, что я могу наблюдать там по своей родной стране, малый и средний бизнес и локальный бизнес, да, сколько ты знаешь хороших брендов, локальных, да, Каспий Банк. Нет, я имею в виду малый и средний бизнес их платить. Нет, я даже не про малый и средний бизнес, просто локальных казахстанских брендов. Мне на голову приходит Каспий Банк, крутой бренд, сори, никогда не буду вашим клиентом, просто потому что, ну, я привык более маленькие, более с индивидуальным подходом банки. Это нормально. Вы крупный банк, все понятно, да, но это бренд, народный, классный бренд. Что еще? Ну, давай с тобой попробуем. Никого не хочу больше обижать, потому что сейчас скажу, надо вспомнить, да, поэтому побольше. Ну, а G-Brands? G-Brands, ну, это так, производитель, это не бренд. Ну, давайте PLA, я не знаю. Ты с ними работал, не работал с ними? Нет. А, ну окей. Я думал, ты должен подхватить сейчас, должен сказать, да, да, конечно. Там история для этого, это не для записи. Понятно. Ну, я о том, что время, смотри, просто время, мне кажется, не совсем правильно, потому что были года, просто ты их не застал. Наверное. Да, у нас было там 2000-е годы, когда было все круче, чем сейчас. Поэтому вопрос для этого времени, я тоже не уверен. Ну, давай тогда вопрос времени засчитан. Малый и средний бизнес? Согласен. Потому что самые крутые проекты той же банды, которую ты вспоминал, это однозначно локальный бизнес. Да. У нашего BBDO самые крутые проекты, это локальный бизнес. Это малый и средний бизнес. Мой любимый проект, опять же, украинского BBDO, это конференция маркетинговых директоров кейс Плесень. Можешь ссылочку дать, посмотреть. Я обожаю этот кейс, я не знаю, почему он не получил Канны. По мне, тупо каннский кейс. Будет в описании. Тупо каннский кейс. Что еще? Ну и надо, надо, надо учиться. Учиться, учиться. А вот люди не хотят учиться. Я не знаю, почему. Да, опять же, ну, не хочется сравнивать, но ты меня сюда позвал для того, чтобы я сравнивал. сколько курсов в Киеве, сколько курсов в Алматы. Кама та же крутая, как в Двойке. Кама, Сквот, Лаба и еще куча других, про которые мы просто не вспоминаем, потому что они там чисто локальные. Вот. Они есть, они образовывают, они готовят кадры, да. Я хочу делать это здесь и в BBDO, и у меня есть этот план, у меня есть этот лекторий. Тебе нужны клиенты, получается, тоже развивать и обучать не только своих. да. Когда вы сможете вместе, как Федоров, они сделали, знаешь, до того, как ты начал работать, ты проходишь в определенный курс с ними, чтобы примерно понимание одно и то же было. Тоже вариант. Вот ты вот это вот слышишь, которые шесть твоих этих, ты должен не убедить меня, как клиенты, и потом мы вместе будем сидеть, например, это делать. Ребята из Киевского офиса проводили открытый вебинар на эту тему во время карантина, дважды проводили. Я проходил в этом в Zoom, я видел список имен, там были казахстанские имена. То есть ребятам интерес, есть интерес, но он очень маленький. Ты главную вещь высказал, это малосредний бизнес и обучение, это я с тобой абсолютно согласен. Малосредний бизнес. Еще одна вещь, но она как раз со временем придет, по-другому быть не может. Реклама – это часть поп-культуры. И когда мы в Казахстане, опять говорю, мы класс, смотри, я уже все ассимилировался, поймем, что нам не надо импортировать поп-культуру, нам не нужно импортировать креативных директоров, ну может быть генеральных директоров еще надо, и мы будем своим жить, тогда да, смотри, наш с тобой разговор, твой подкаст – это такой маленький пример, третий подкаст подряд говорим про Украину, про украинских специалистов, украинские студии, украинских режиссеров. Но честно, без обид, в украинских подкастах не говорят про казахстанскую рекламу. Они живут своим рынком, они даже не часто говорят про западную рекламу, она самобытна, а мы здесь пытаемся делать западную рекламу. И вот если ты меня спросишь, какое лучшее казахстанское агентство, не лучшее агентство в Казахстане, а казахстанское агентство в Казахстане, то это маватрос, потому что ребята делают такую трушную казахскую рекламу с казахскими инсайтами, свадьба их, их работяги. Вот такая классная казахстанская реклама. Они не пытаются играть в западную рекламу. Ну и вот если ты меня спросишь про мой самый любимый кейс из казахских, то это будет реклама вашего конкурента Форте-банка, Форте-пэй, где Казахстан страна большая, чтобы тебе братишке передать деньги из Алматы в Шимкент, тебе надо ехать там кучу часов. Ребята сделали самую длинную рекламу. Все очень четко, понятно, они сели с миллионом тенге и поехали из Алматы в Шимкент, чтобы показать, что это все не имеет смысла, ты можешь в один клик перевести, сделать перевод через их сервис. А простая, понятная, народная. Вот я люблю такой креатив, который, ну не нужно объяснять, над которым не нужно думать. Да, потому что мы рекламисты, мы же все снобы такие. Заморачиваемся, да. Снобы, мы не смотрим телевизор, мы считаем, что мы умнее всех. Рекламу мы делаем для народа, не для себя, не для фестивалей и даже не для клиента. Мы делаем для отцветлевой аудитории нашу рекламу. А если она ее не понимает, то делаем херовую рекламу. Я согласен с тобой, что основная, потому что потенциал это наши аутентичности. То есть я этот пример уже говорил, но и люблю, знаешь, этот пример про наших казахских рэперов. Они говорили, мы, ну, крутые, там, типа, потому что мы не слушали русский рэп. Ну, понимаешь, да? Типа у них есть западные понимания, но и плюс какая-то аутентичность. И то же самое реклама должен быть как по идее стиль, как у тайцев свой стиль. Там про Индонезию я узнал, как Пакистан делает крутую рекламу. То есть, в принципе, почему мы не должны ее делать? Это тоже, как бы, такой большой вопрос. И мой классический как бы вопрос, который уже всем задавал. Тоже хочу тебе задать этот вопрос. Как ты думаешь, как ты думаешь, в этом ли веке нет, как ты думаешь, в каком году именно реклама из Казахстана возьмет какие-то канны? Я бы сказал, что в следующем, но, наверное, года через 2-3. В 2003-2004. Потому что мы слишком забуксовали последний год-два. Да, у нас были классные проекты. У того же GeForce были классные, у Комбината были крутые проекты, у Movaters были крутые, Лебедев что-то делали. Но сейчас где-то год, мы прошлый год. И вот когда, кстати, блин, я опять долго отвечаю. Нормально, нормально. Когда Женя говорил о том, что вот у него 19-й год был такой слегка переломный, он думал уходить, не уходить. 15-й это был год. Он сказал 15-й? Да, 15-й. Мне послышалось 19-й. А я думаю, как раз в 19-м году GeForce ничего интересного не сделал. Вот, наверное, поэтому так и было. Вот. Ну, реально, у ребят были классные кейсы. А 19-й год был натягивали на 18-м году. На бизнес ориентировали. На бизнес ориентировали. Будем считать, да. Вот. Ну и, то есть, как бы, да, рынок забуксовал, узбеки молодцы. Силами фары сделали классные кейсы, продолжают делать классные кейсы даже в сложном 20-м году. Ну, 20-й год будет такой, скажем так, тактический очень. Да, мы будем делать мелкие тактические штуки, которые приносят деньги агентствам, клиентам, больших компаний как таковых просто вряд ли будет. Все очень осторожны в инвестициях вообще. И в том числе в маркетинге, в рекламу. Поэтому мы будем делать по чуть-чуть. Поэтому, значит, если в 20-м году мы не сделаем классный проект, то в 21-м мы не получим камни точно. Значит, мы, может быть, сделаем в 21-м, получим в 22-м. Если 21-й год будет, ну, хотя бы не хуже 20-го с точки зрения того, что будет происходить в мире, в экономике, в стране и везде. Круто, но это все равно очень позитивный у тебя, в принципе, прогноз. Поэтому на этой позитивной ноте будем заканчивать наш подкаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Ну и до следующей встречи. Все. Спасибо большое. Давай. Не прошу сказать, что я не дал руку в обе. Спасибо.